То, что я плющу банки, вполне понятно, имеет очевидный эффект. Это они нас отплющили, навязывая нам кредиты. Вы помните историю? На каждом плакате висело «возьми кредит». То есть нам навязывали услуги. Мы брали их. Это к слову о том, что если вам какой-нибудь СБшник звонит и говорит, что вы нанесли урон банку. Какой урон? Вы сами деньги нам давали. Ну ладно. Про банки это отдельная песня будет. Сегодня про Автоград. Вместе с Автоградом мы сегодня будем плющить вазовский продукт. В прямом смысле, кстати, отплющим те машины, которые сегодня здесь в Автограде принимаются по программе утилизации старого авто. То есть приводите старое авто, получаете 50-тысячный сертификат. И здесь же в Автограде покупаете отечественный замечательный Fiat. Можете купить из Санг-Янг. Никаких проблем нет. Кстати, где я нахожусь, это была раньше заставленная автомобилями парковка. Сейчас автомобиля нет. Потому что Автоград умеет работать. То есть сейчас в моде те машины, которые продаются по недорогой цене. Так то, допустим, Fiat Albi или Санг-Янг. Для меня немного дико видеть, как утилизируют автомобили. Еще вполне жизнеспособные кони без потрошения и снятия деталей, которые еще могут послужить, тупо по-российски плющатся и сваливаются в кузов. Но будем надеяться, в таком состоянии их в печь не отправят. Иначе всю плавку на переплавку. И очень хочется думать, что грузь прощания сторится и заменится радостью приобретения новых авто. Здесь же, в Автограде. Не так давно мы узнали, что оказывается востребован спрос на отечественные вазики. И народ побежал сдавать свой старый автомобиль и покупать новые. Ну, возникла очередь, естественно. Нет уже столько машин. У вас существует очередь по сдаче машины и по получению новых? У нас очереди нет вообще, Алексей. В автомобиле в свободной продаже, всегда в наличии. Плюс все это дело без очередей. То есть у нас момент утилизации занимает на каждого клиента буквально 2-3 дня. То есть сроки абсолютно минимальные. А есть уже счастливчики, которые забрали машины? Да, буквально сегодня была первая выдача автомобиля по утилизации. То есть мужчина стал обладателем именно Фиат Альбея. У нас ждал свою шестерочку старенького. А если я захотел купить что-нибудь другое? Ну, конечно же, прыжок с шестерки старенькой для джипа, это немножко вряд ли получится. Но можно ли получить на джип скидку? Да, пожалуйста. Все автомобили Сан Йонг, Кайрон, Эктион, Рэкстон у нас также подходят под программу утилизации. Также можно прийти, сдать свой автомобиль, получить 50 тысяч на скидку. А давайте уточним, сколько это в деньгах-то конкретно? А в деньгах, ну, Сан Йонг, Эктион, вот для примера, то есть со скидкой у нас получается от 674 тысяч. Это за полноприводный внедорожник. Конечно, Сан Гьянги это достойный выбор. Рама, бюджетная авторезина, достаточная мощность двигателей, ну и размеры настоящего джипа. Сан Гьянги в цене это, пожалуй, самый доступный вариант автомобиля из топового современного семейства джипов. Но для тех, кто пока не тянет сумму от 700 тысяч с вычетом 50, может приобрести продукцию автогиганта, достойно занимающего лидирующие позиции в мире авто и Формулы-1. В свое время Fiat 124 сделался не просто народным, а всеобожаемым автомобилем России. Что сейчас? Какой Fiat у нас будет обожаемым? Fiat, я думаю, обожаемый у нас народом уже практически весь модельный ряд. На данный момент самая популярная, как и в принципе прогнозировалось, это у нас Fiat Albea. Fiat Albea по программе утилизации сейчас, то есть со скидкой вот эта 50-тысячная, будет начинаться от 316 тысяч. Но цена, я думаю, что самая наивыгодная, учитывая, что Lada Priora у нас сейчас в базовой комплектации стоит 330 тысяч. Ёпорос, а что здесь есть? Давайте сравним с Lada Priora. Есть там аэрбэги? Ну вот возьмем, так скажем, среднюю комплектацию Fiat Albea, которая будет стоить, опять же, с программы утилизации 365 тысяч. 365 тысяч в эту цену за эти деньги мы получаем кондиционер, гидроусилитель, подушку безопасности, компьютер бортовой, стеклоподъемники, противотуманки. То есть, в принципе, полный набор опций для вашего комфорта.